Я представляю небольшую команду, которая сделала интерфейс альтернативный для использования ВКонтакте слепыми или слабовидящими людьми. Кратко повторюсь, почему мы решили это сделать. Есть большие сервисы, популярные, но при этом у них тяжелый интерфейс, типа Facebook, ВКонтакте и так далее. И эти сайты, они плохо воспроизводятся программами, которые проговаривают экран. То есть эти программы просто спотыкаются от тяжелой современной интерфейс, и они не могут людям ничего плохого рассказать. И, собственно, на этом хакатоне мы встретили, общались с целевой аудиторией, и они подтвердили, что проблема такая есть. И действительно, если взять ВКонтакте или Facebook, пользоваться их стандартным интерфейсом невозможно. Итак, ну что мы успели сделать за этот хакатон? Это небольшой прототип проекта. У него даже уже есть адрес vkpline.com. Можно зайти туда и авторизоваться своим профилем ВКонтакте. Мы успели сделать отображение ленты пользователя, отображение его групп и новостей из групп. Мы сделали первую версию для слабовидящих, то есть контрастный театр, большие буквы, ничего лишнего на экране. Сделали специальную разметку, которая позволяет программам проговаривания текста более точно и более удобно для незрячих, более быстро это делать. Что мы еще хотим это делать? Это общение между пользователями, то есть полнейшее взаимодействие и использование сервиса. Это приложение для мобильников и плагин для достопа, поскольку реальность показала, что ВКонтакте так борется с фишингом и вирусами, что не позволяет людям с ограниченными возможностями что-то сделать. То есть у нас есть некоторые технические ограничения, с которыми мы столкнулись. То есть также мы поняли, что можно не просто как-то по-другому отображать текст и размечать его, но можно его очень модифицировать таким образом, чтобы адаптировать для людей незрячих. Например, можно брать изображения, которые не подписаны, искать для них в интернете такие же картинки, но уже с описанием, и давать незрячему человеку описание этой картинки. Ну и еще у нас были фичеры квеста для аудитории, это сделать аудиодиалоги, сделать в других сервисах подобный интерфейс. Давайте я кратко покажу, что мы успели сделать. Это главная страница. Я уже успел авторизоваться в ВКонтакте, поэтому сразу же открылся список моей группы из моего профиля. Например, если бы у нас групповой соор на этой странице, то он бы проговаривал сначала все текущие ссылки, которые есть, а потом начал бы проговаривать ссылки на странице. Ключевое отличие от ВКонтакте, здесь нет меню, нет рекламы, нет каких-то сервисных функций. Все сервисные функции мы убрали за горячие клавиши и за кнопки, которые где-то внизу со страницы находятся, то есть то, что не так часто нужно пользователям. Есть вариант инверсии текста для слововидящих, кому что удобно, причем настройки пользователя запоминаются. Ну, попробую открыть что-нибудь. Одна из записей группы Максим Хац. Или вот записи из моей ленты. Здесь они в окне. Ну, то есть, если посмотреть, видно, что мы выкинули все, что можно со страницы, то есть только самое важное остается. Ну, собственно, за этот тракотон мы нашли людей, которым интересен этот сервис, которые согласны были выступить в качестве первых пользователей, в качестве консультантов. Что очень важно для нас, то есть это была наша самая большая проблема. У нас также никуда не делась команда разработки, вообще мы не потерялись за этот тракотон. Все, что нам нужно, чтобы дальше дорабатывать сервисы и делать его действительно полезным, это, конечно, время, это бета-тестеры объективные, потому что мы, как показала практика, оказались неопытными пользователями программ проговаривания текста. Ну, и неплохо было бы, чтобы в этом проекте узнало больше пользователей, которые могут быть полезны. Спасибо. 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 Продолжение следует...